Непонятно будет чем я занимаюсь, на самом деле я на каком-то кардио-тренажере. Привет! Вы не поверите, я пытаюсь сделать кардио. Посмотрим, насколько меня хватит. У меня сразу сердце, как у загнанного кролика, я вообще не делаю никогда кардио, это плохо. Но дело в том, что если я буду постоянно делать кардио, я буду худеть. А худеть я не планирую, но при этом нужно тренировать сердечко. Скорость 9, если вам это о чем-то говорит. Но пока что поднимаюсь. Лиф в сторис из интимиссии. Кстати говоря, качество трусов и лифа мне не очень понравилось. Если лифчик еще норм, то трусы бахромой пошли после первых стирок. Я пока не могу вам подсказать стоимость лег, потому что я еще их не оценила. Вот, леги. Леги идут. Я тоже ненавижу кардио. Брекеты, даймонд клея. Да. Брекеты, даймонд клея. Прямой эфир. А ты ничего, это с вискариком, и ничего не делаешь. Ой, параметры. Я давно не замеряла, но параметры что-то вроде 80, 58 и там 84. Ну, короче, далеко не одни идеальные. Ну, Саше вроде про ресницы ничего не сказалось, и ничего плохого не сказал, значит, ему все понравилось. Так, я уже тем временем иду 5 минут. Для меня это... Скоро я устрою стриптиз. Буду раздеваться. Лосины скоро будут, я еще их не оценила. Я выложу вам посты, где их можно будет купить в аккаунте BySS Fit. Вот. Я, короче... В общем, решила тренировать свое сердечко, потому что я совсем это не делаю. И это плохо. Завтра начало марафона обязательно на все группы мышц. Не ждите, что у вас вырастет какая-то офигенная попа, или ноги будут в тонусе, если вы не будете качать все тело. Такого никогда не будет. Вот. Поэтому я даю только действенные программы. Подключайтесь сейчас же на марафон. Я сейчас тоже активно тренируюсь. Вот. Буду мучиться вместе с вами. Будет большой упор на попу и пресс. Ой, я все эти посты новичкам писала. Надо в ленте посмотреть. О, Саша пришел на кардио. Привет. У меня сегодня день просто какой-то бешеный. Hola, Mexico. Te amo. В общем, еще испанским успела сегодня позаниматься. Очень-очень много пропускала. Прям очень. Потому что то я болею, то еще что-то. Ну, знаете, как это бывает. Я такая уехала. Блин, с нее свалиться так легко. Привет. Я не могу вам сказать, что будет с вами через 30 дней. Это зависит от того, что вы будете делать. Если вы будете 100% выкладываться, чисто питаться, как я вам завещаю, тогда, конечно, результат будет очень хорошим. А зачем ему спокойно на меня смотреть? Он на меня спокойно и не смотрит. Смотрит на меня с особым беспокойством. Ты, ты смотришь на меня с особым беспокойством. И какой-то мужик, который рядом с нами. Чтобы живот ушел вообще, скорее всего, нужно будет массажики подключить. Ну, Саша не ругал реснички. Значит, все, наверное, понравилось. Тем временем 8 минут я шагаю на ступенечках. Спасибо, что вы со мной и меня тут поддерживаете. Да, правда, качание пресса никак не связано, ну, как бы связано с жиросжиганием, но не локально. То есть вы в целом должны тренироваться, тратить калории, тратить калории больше, чем вы наедаете за день, и тогда жир будет уходить. Ну, отчасти, да, пресс делается на кухне, но зависит от того, какой пресс вы хотите, хотите, я уже заговариваюсь, вы хотите получить. Конечно, глубокий проработанный пресс это в любом случае нагрузки. Достаточно большие нагрузки. Давайте, девчонки, подключайтесь ко мне в марафон, будет просто бомба. Там вы выжимать одежду будете, вам никакое кардио не потребуется. Вот. Отвалятся все мышцы буквально на следующий день, завтра запуск. Нет, придать объемы, не набирая массу, невозможно, если вы худая. У вас же должен откуда-то взяться этот объем за счет чего-то. Конечно, нужно набирать. Я ничего не пью. Второй раз в марафоне, супер. Тебя порадовала скидка. Для повторных участников всего 990 рублей. На силовых тренировках вы будете худеть дольше. В любом случае, вам нужно считать калории, которые вы употребляете. В марте будет с 20-го. Всегда с 20-го. Пресс не делится на нижний и верхний. Пресс это целая прямая мышца. И она крепится от груди до лобка. То есть вы можете жиросжиганием интенсивнее заняться. И вы увидите нижний пресс. Добро пожаловать всем, кто в этот раз присоединился. Мы уже сделали программу. И там будет огонек. 10 минут я иду. Уже мокрая все. Вот так и скудаю. Круто. Третий раз. Очень круто. Я надеюсь, что вам все нравится. Программа меняется каждый раз. И питание. И тренировки. Все точно скоро разденут. Вот сегодня М колосин. Вот этих фиолетовых. Приехала ко мне. Я сейчас буду мерить ее на девчонок. Кто, скажем так, повыше меня. Повыше, побольше. Вот. По программе мы будем заниматься, где нам удобно. Нам не требуются тренажеры. Только вы, ваше тело, коврик и таймер. И поверьте мне, со своим весом всегда можно отработать так, что тренажеры рядом не стояли. Ну вот, грубо говоря, девчонки, кто из вас хорошо отжимается? Реально хорошо. 10-12 раз. Из упора. Грудью до пола. Кто? Почти никто. Вот. А этому всему нужно учиться. Обязательно. Я была 38 килограмм. Я была очень худой. Вот. И, в общем, моя задача прокачать вас. Именно базово научить всему. И потом вы будете очень крутыми. И в тренажерке. И где угодно. Потому что без функциональности тела. Можете не ждать какого-то супер. Но отжиматься от грифа, это несерьезно. Не, я не слежу за калориями. Вообще, ни за чем не слежу. Кроме инстаграма, ни за чем не слежу. У меня вес сейчас 43. После вот болезни. Блин, почему ты тут не считается пульс? Саш. Да. А ты смотришь или что ты... Нет. Давай сюда свой браслет. Я шучу. Буду считать пульс. Только голову сегодня помыла. Не знаю, какой пульс. Как у кролика. Сами знаете, загнанного. Да, конечно, дополнительно к программе можно заниматься на кардио. Конечно. Даже нужно. Как избавиться от жора, девчонки? Как? Контролировать себя. Не думайте то, что кто-то за вас что-то сделает. Такого не будет. Места есть. Завтра в 12 по Москве. В 12.30 откроется марафон. Дочка молодец. Вырастет спортсменкой. Голову через день мою. Блин, тут, короче, в ручках кнопки. И я меняю постоянно интенсивность. Если лопатки выпирают, нужно ли спину качать? Да, в идеале еще сходить к мануальчику, чтобы вам вправили. И, конечно, закачивать. Лопатки не должны торчать. Вы же не гусик и не воробушек. Вам крылышки не нужны. И вам хорошего вечера, мои дорогие. Давайте, давайте, присоединяйтесь. У меня в ссылке профиля сайт завтра уже старт. Потому что я не успела оглянуться. Девчонки, 9 дней и март. Март. Это то есть скоро нужно раздеваться. Поэтому, чтобы вам не сытно было раздеться в приличном месте, я буду вас худеть. Да, сегодня нарастила. Это какой-то обычный одинарный объем. Почему не рекомендую? У каждого своя программа. Я уже запарилась. Вообще жесть. Чуть-чуть дорога постоянно от меня убегает. Да, классическая, самая обычная. Тренажер, девчонки, какая-то лесенка. Вот я по ней иду. И хочу вам сказать, ножки взрываются. Если вот так чуть-чуть вес назад перевести, ягодицы тоже ощущаются. Опять я уменьшила. Взгляд снизу меняется. Шагать через ступеньку. Попробую. Я просто боюсь, что я не услежу. И он уедет. Сегодня лосины в размере S в пяти цветах. Лиловый, как на мне, желтый, который вы видели на видео. Ну, черный, классика. Светло-серый. И белый. Белый это, наверное, для самых худеньких девчонок, которые мечтают быть потолще. Такой он эгоцентричный белый цвет в лосинах. Вот. S запустили. Я думаю, что через недельку они уже будут в продаже. Вот. Что касается эмочек. Это для девчонок, которые повыше ростом. Покрупнее чуть-чуть. Вот. Они тоже скоро будут. Голубого не будет пока что. Очень долго выбирала цвета. На каждый цвет нужно определенное количество штук в двух размерах. Вот. И поэтому я все-таки сделала другой цвет. Но вы не пожалеете. Я пока не знаю, сколько будут стоить. Я еще не считала затраты. XS, S это все на один размер. Они очень сильно тянутся. Сами по себе лосины, когда вы ходите, они вот такие маленькие. И они вот так вот растягиваются. Не на степере, нет. Я вот на лесенках иду. Вообще, если честно, не хотела говорить. Но мы вчера, блин, зря в этом бассейне кувыркались. У меня опять кашель. Я опять себя плохо чувствую. И вот я решила сделать эксперимент. Ну, черные лосины скроют целлюлит. Светлые лосины вряд ли скроют целлюлит. Сильный. Но посмотрим. Будем примерять. Короче, девчонки, я потом распишу. Сейчас эти вопросы ни к чему. Там будет два размера, которые от XS до L идет. И на разный рост. Они очень сильно тянутся. Вот, поэтому лосины, которые на мне, они подойдут и на рост 150, и на рост 170. В баню с веником. Может быть. Я уже 17 минут иду. И уже, конечно, тяжело мне. Потому что я обычно вообще кардио не делаю. Как-то с вами время незаметно. Я поняла теперь, как ходить на тренировки, включать вас, и вы будете со мной болтать. По времени два раза в неделю, где-то полтора часа. Не больше. Я 91-го года. Мне вот 28 летом будет. О, ребят. Как правильно вообще дышать на кардио, да? Что вам еще рассказать? Ремонт уже скоро у меня в квартире доделают. Ой, я привыкла очень много говорить. Говорить во время тренировки. Потому что я очень много лет вела тренировки групповые. Там нужно и прыгать, и говорить. Ремонт почему не показываю? Я недавно снимала. Я просто так не бываю. Мне некогда. Вот. И там занимается всем, ну, скажем так, прораб. Он все рулит. Вот. Я его даже не вижу. Но там сейчас особо нечего показывать. Стены стоят. Плитка, например, еще не лежит. Вот. Поэтому, как положат плитку, пол, я уже хотя бы вам что-то покажу. А то сейчас я там хожу в этих стенах. Если вес большой, убиты колени и травма спины была, подойдет ли мой марафон? Подойдет, но, естественно, с ограничением. И ты это понимаешь. Вот. Потому что нам придется убрать таймер. Но первое, что будет тебе в плюс, это питание, которое будет специально под тебя. Вот. Ты начнешь уже худеть, только изменив питание. И, соответственно, мы добавим постепенно нагрузки. А я вначале рассказала про кардио. Просто решила потренировать сердечко. Сейчас откину что-то. Я не особо слежу за питанием. Но я в целом ем однотипно овсянка. Паста из твердых сортов. Особо не ем жирные соусы. Овощные соусы. В основном, как-то так. Нет, я не обучаю тренерству. Я не делаю кардио, потому что я очень худая. А от кардио худеют. Вот. Но я приняла решение делать его немножко, чтобы тренировать сердечно-сосудистую систему. Ребят, все индивидуально. Что кушать, когда кушать. Каждому свое под каждую цель. Да я не делаю никогда кардио, пульс не умею считать. Ну, у меня нету никакого пульсометра. Делать силовые, чтобы не худеть. Блин, я уже очень устала, если честно. Эти параметры написаны у меня в профиле. Давайте вы мне что-нибудь будете рассказывать. Реально пересохло уже. Уже ноги сбиваются по этой дорожке. Если честно, изначально тренерству я нигде не училась. Это был личный опыт. Сколько КМА я прошла? Я не знаю, он считает ступени. Я прошла 78 ступеней. Вот. И получается, что потом я отучилась в ФПА. Но на тот момент, когда я училась в ФПА, у меня была уже собственная секция по растяжке. И они мне там именно по растяжке ничего вообще полезного не дали. Вот. По их методике вообще невозможно ничего растянуть. Вот. А так анатомия там интересная была. Привет. Как взять себя в руки? Просто взять себя в руки, девочки. Как замотивировать себя подойти к зеркалу и понять, нравится ли вам то, что вы видите или нет. Если не нравится, пора действовать. И я вас люблю. Ой, не знаю по поводу велика. Лучше делайте эллипс. И на определенном пульсе примерно там будет от 120, наверное, до 150. Такой вот будет пульс. Да, я тоже согласна, что велик это прям фигня. Все, что-то у меня нет сил болтать. Все, всем спасибо.